принципе если еще кто-то нажмет было бы круто вот там просто старт рекординг смотрите презентация вообще она готовилась больше скажем так для аудитории немножко формата именно как презентации да то есть не комьюнити наша как бы семейная вот поэтому в принципе все просто и прерывайте в любой момент да то есть она будет так немного выглядеть скажем тогда что там презентация как-то все последовательно одно из другого но вы не бойтесь пожалуйста прерывать в любой момент там а можно там больше детали или там я не понял не интересно ну то есть как обычно стандарт то есть не пугайте что она там сильно много такая как бы больше со стороны может быть как это говорят там завлекать картинки и тому подобное да то есть материала тоже будет много на демо центре код но давайте начнем все таки как бы как она планировалась как она рассказывалась а может быть кто-то видел кто-то нет кто-то слышал вот будем говорить сегодня о веб-девелопменте в будущем вот но такая вот тема скажем так как будет выглядеть веб-разработка через несколько лет может быть в следующем году на то есть затронем нюансы вот тогда поехали кто-нибудь смотрел может быть сериал мгновение грядущего флэш-форвард но там можно писать там размьютываться говорить мы на комьюнити как-то вот поэтому я не стесняйтесь а да ну кто-то смотрел на это хорошо но в общем сериал сезон был один к сожалению было интересно но идея такова что люди потеряли сознание на полчаса они у себя в сериале и все видели будущее скажем так что будет происходить вот тоже самое в принципе будет и у нас сегодня мы скажем так примерно на 44 минуты 17 секунд увидим будущее да но к сожалению пока весь мир видел общее будущее мы увидим только веб-девелопмент будущее я пошарю с вами мой флэш-форвард мое видение вот в принципе все вы знаете как начинается день разработчика до с чего начинается мы идем на сайт подгрузится у нас до имидж мы идем на сайт посмотреть курс доллара какой он сегодня когда я пошел посмотреть курс доллара я к сожалению увидел такую вот вещь все скажем так начало дергаться все стало происходить скажем так непонятно для меня я испугался думаю это наверное приватбанк выкатил новый апдейт нет на самом деле я зашел на другой сайт тоже посмотреть нас connection посмотреть что там происходит ну там тоже самая ситуация вот все плохо все дергается все печально вот когда это все прошло то дата на моих часах уже была 16 мая 2018 года вот и в принципе к сожалению курс валют я вам не могу сказать нбу не дал такой мне возможности он это запретил вот но скажем так с курсом было все хорошо да но нам хотелось бы больше поговорить о веб-разработке в будущем да что мы смогли с этого вытащить я вам сегодня расскажу о ключевых технологиях которые скажем так я увидел успел утянуть с будущего сегодня мы поговорим с вами вот такой прекрасной вещи что мне нравится в javascript те мой основной профиль это dotnet c sharp но последнее время я очень полюбил javascript особенно с проявлением экмоскрипт 2015 это для меня просто стало скажем так сказка да это стандарт он мне кажется многое изменил но что дало нам будущее да что нам даст будущее так вот правильно сказать что каждый год теперь не будет такого большого скачка задержки между стандартами теперь будет каждый год выходить новый стандарт новый набор фичей на то есть будет экмоскрипт 2016 2017 апдейты будут идти каждый год мне это очень понравилось когда я видел что там о класс 2015 я помню а вот 2016 надо посмотреть и в тот момент уже 2017 поддерживали почти все браузеры веб-компоненты то есть без веб-компонентов жить сложно веб-компоненты стало нативно и они использовались везде также мы поговорим про синхронность javascript в будущем наконец-то стал многопоточен и плюс еще асинхронность упростилась то есть также какая проблема если ты например dotnet чик для тебя разрабатывать вебину очень сложно да тебе нужно выучить javascript на или использовать какие-то кросс там компайлеры это сложно но я бы хотел писать на си шарпи собрать сборку и загрузить ее веб нативно это очень круто будущее нам даст возможность соответственно если мы будем говорить про параллельность нужно поговорить еще про оптимизацию ну и будущее чем она нам помогает она нам позволит быть больше инженерами и не заниматься какой-то рутиной работой на то есть css для нас это иногда очень сложно и очень страшно вот но я думаю что это все как бы интересно и хорошо на у нас есть веб-компоненты вот давайте взглянем на код который я скажем так увидел в будущем перейдем в браузер и посмотрим что разрабатывал будущем на то есть это было простое приложение вот вы можете посмотреть мы сейчас его посмотрим код да она была responsive она была сделана на таблицах да все было классно responsive думаю что данные не очень бы хотелось шарить да но потому что это продажи за квартал apple не очень хорошие вещи если кто-то узнает раньше но я думаю что нам может вот соответственно легкая как бы такая да фильтрация чтобы смотреть что там у нас идет сколько мы на маке заработали на ipad да там all вот но это в принципе все понятно это не очень интересно интересно взглянуть больше на код как же выглядит приложение будущего перед вами код этого приложения html ну тут все просто html сильно не изменился в html все понятно это разметка как бы нашей страницы над что тут есть у нас есть заголовок фил сет тут используется дата байнд на то есть я использую нокаут но презентация не на нокауте поэтому вам будет в принципе все понятно какие-то вещи непонятные я буду объяснять но презентация не нокаут это может быть что угодно react amber angular просто чтобы не писать лишнюю логику вот и соответственно есть табличка есть у нас хедер и в принципе здесь генерируется client-site код используется mvvm подход data binding вот как вы видите здесь уже используются новые возможности на это интерполяция строк я думаю что все с ней знакомы мы можем тоже использовать байдинге очень удобно но html изменений никаких не претерпел это все javascript на давайте взглянем на javascript вот я думаю что все уже более-менее знакомы с новым синтаксисом на то есть ну экмоскрипт 2015 подарил нам такую классную вещь как классы на то есть нам уже не нужно там придумывать какие-то прототипы у сложно описывать объекты пожалуйста мы можем использовать уже классы у нас есть конструктор мы объявляем поля observable это вещи нокаута это наблюдаемые переменные для реактивного апдейта mvm pattern но скажем так это можно пропустить вот самое интересное что здесь видно arrow function а то есть это стрелочные функции все вы помните какая проблема у нас javascript и особенно когда кто-то приходит и не понимает что такой контекст как зис переопределяется и начинается вот этот код пока мы не узнаем что есть функции call apply она там байнд как менять контекст мы начинаем писать war self равно зис и потом используем self с такими функциями во первых стрелочной arrow function я думаю лучше так давайте определение запись гораздо удобней стало меньше места занимает и контекст из сохраняется а то есть вам уже не нужно это делать а также в принципе что у нас появилась а у нас появилась и такая вещь как лет на лет то есть какая у нас проблема была свар всегда то что там мы можем переопределить из минископ лет дает настоящую ну скажем так локальную переменную и в циклах особенно когда вас сложенные циклы или есть два цикла в одном скопе вы можете писать спокойно лет также обычно мы используем jquery да то есть чтобы сделать простой кет или пост запрос будущем уже не нужно ради этого только подключать jquery у вас есть замечательная фэч команда просто она возвращает promise то есть promise и знаем и легко мы можем записать что response джейсон потом это тоже promise просто поставить манс дэйта и дальше уже нокаут сделать обновление но запись джаваскрипта видите стала гораздо синтакси стал проще и лучше и дальше соответственно тоже нам не нужно jquery мы можем использовать обычный gs на такой так называемый фреймворк который строен во все браузеры vanilla.js я думаю что все знают что такое vanilla.js а кто не видел посмотрите вот просто заходите сайт vanilla.js.com очень хороший фреймворк то есть кастомизируемый вы выбираете что вам нужно вот для дебага и скажем так загружаете начинаете пользоваться да и что вы делаете когда у вас production выходите вам просто нужно все убрать потому что vanilla.js это просто javascript и вся функциональность уже встроена ваш браузер вот поэтому постарайтесь по максимуму использовать иногда но подключать фреймворк ради одной вещи но будущем это выглядело странно вот также какая бывает проблема у нас когда мы показываем демо очень часто работаем с контентом например клиент говорит что если every byte of code например сделать балдом жирным как оно будет смотреться вы такие но в принципе давайте мы вам через спринт покажем да нам нужно изменить код кто-то скажем так работает более agile быстро он говорит час я вам здесь вот что-нибудь поправлю в html допишу или скажет а у меня есть live reload я сейчас открою редактор запущу у меня моя идея в клауде она доступна с любого starbucks откуда угодно вот будущем принципе это делается все проще мы можем просто взять этот элемент например добавить атрибут контент editable и спрашиваем вы хотели выделить every byte of code every byte of code хорошо я бы вот выделил редактируя нажмем hotkey помните control plus b все у меня выделился текст ага а фреймворк может сделаем курсивом пожалуйста да может быть few подчеркнем без проблем и вы все это показываете на лайв сайте у меня нету исходников все что есть у меня есть в браузере я с помощью hotkey и editable такой рич эдитор сделал настройки показал а смотрится классно все я это хочу пожалуйста мне тогда остается дальше просто скопировать html потому что здесь уже html скажем так вставлен видите с атрибутами просто скопировать потом перенести в код или отправить по email разработчику но будущее на нашей стороне вот но возвращаясь к нашему приложению и поговорить про веб компоненты вот это в принципе все интересно да у нас есть таблицы но это не очень удобно что обычно мы хотим мы хотим работать с каким-то таким лего для идти хотим писать например такой вот элемент селчат да ну такой html элемент более понятен на то есть для нас когда мы читаем код вот но я написал казалось бы что произойдет как вы думаете браузер поломается если я открою страницу но вообще первая мысль он же не знает этот элемент да что что с ним будет вот ну давайте попробуем обновить но браузер не поломался что произошло возможно не применил изменения давайте зайдем dave tools вот есть наш элемент селчат окей он просто дописался да скажем так но браузер не знает что с ним делать и он его пропустил вот давайте тогда попробуем добавить ему какую-то логику на пойдем в java script чуть промотаем и добавим ему какую-то логику я здесь сделаю я здесь создаю новый класс sales chart который наследуется от html элемента вот вам пожалуйста наследование никаких прототипов вот я просто от наследовался от html элемента потом у html элементом есть четыре на там крейтит колбек но мы еще посмотрим там а тачди а тач колбек и я просто в этом методе говорю что я хочу в html записать sales chart например просто текст но для примера хорошо бы да попробовать и потом говорю что пожалуйста документ зарегистрирую элемент sales chart на который прописал и вот к нему моделька на то есть класс который его давайте сохраним посмотрим если несколько классов зарегистрировать что будет точно таких же ну давай разных можно точно таких же давай еще один создадим sales chart 2 и зарегистрируем его тоже на sales chart что будет например так да здесь давай назовем sales 2 chart 2 и соответственно эту продублируем вещь и здесь у нас будет sales chart 2 возвращаемся в браузер и у нас соответственно 2 просто проигнорировался регистрация вот то есть идея как бы понятно да то есть работает примерно по принципу dictionary если такой элемент уже зарегистрирован да тут ну просто ничего не делать вот но тут нужно быть осторожно это более такая браузер специфик вещь да я показываю это в хроме в интернет вслоре возможно не другое было видение на тут нету такого стандарта в экмоскрипте 2015 и 16 вот но соответственно вы как бы поняли да что происходит то есть если мы возвращаемся сюда то уже у нас есть поведение у нас уже остался компонент а которого есть поведение которому можно просто я могу выслать вам по почте вот и вы у себя подключите и пожалуйста используйте но на самом деле это довольно простой компонент получился и и он не очень интересен но давайте что-нибудь сделаем посложней например добавим еще какой-нибудь стиль на ну и на html мы можем записать все что угодно по сути вот проблем никаких нету давайте запишем обновим ой и все поломалось а соответственно интерференция произошла наш компонент поломал нам верстку что было с bootstrap он до версии 3.0 да когда у вас вы разрабатывали долго писали приложение все классно потом подключаете bootstrap или другой какой-нибудь фреймворк и все и у вас стиле поломались а вы начинаете делать там импортан хаки оверайды селекторы очень все сложно скажем так это не хорошо на в будущем но таких проблем не должно быть 21 век ну скажем так должен быть легким для веб-разработки 2016 год и так дальше ну подавно вот и конечно вот ну то есть вы понимаете то что здесь происходит я просто стиль и я назвал что но у меня праймер и тиди колору red то есть у меня все тиди да я соответственно у вас например на табличках сверстан ваш enterprise сайт я вам отправил такой компонент сказал вот sales chart красивый классный подключай вот тебе веб-компонент вы такие о подключил и потому и он не все поломал да это нехорошо соответственно тогда после этого мы можем сказать веб-компоненты ломает все на это не очень хорошо да если я какими-то стилями а придумывать уникальные идентификаторы например как гуиды да ну это не очень хорошо ими сложно пользоваться какой бы у вас интеллисенс не было но непонятно что нам приходит на помощь шадов рот на шадов дом соответственно если я напишу теперь создам шата врут дом обновлюсь и вернусь вот стиле остались те же да тиди но уже найдем так появилась и такая вещь как шадов рот опен браузере соответственно у меня создалась и теневая часть дома в которой они влияют на внешние элементы то есть компоненты мои стали реюзабельны на то есть я могу теперь вам отправить и не волноваться и не думать что какие-то нужны префиксы к стилям еще что-нибудь ну то есть с этим стало гораздо проще но обычно что такие чарты никто не строит да все хотят что-нибудь посложнее вот давайте напишем что нибудь посложнее на например пай чарт сделаем есть у нас пай чарт элемент и в нем есть вложенный пай чарт item элемент с каким-то атрибутом value 5 вот соответственно то же самое да у нас браузер будет это пропускать вот ничего не делать но мы можем сделать объявление и описать наш пай чарт пай чарту верхний уровень просто берет html элемент когда мы оттачимся мы используем внешнюю библиотеку чартист пай заполняем ее данными и все то есть верхний скажем так html элемент описан также мы хотим использовать какие-то вложенные элементы и взаимодействовать с внешним вот тоже я описываю говорю у меня есть пай чарт item который расширяет html элемент вот потом когда дом загружен ты хочешь сделать attach получи мне пожалуйста instance my parent ноды вот тут вот и происходит вот эта магия который дает нам удобство что мы получаем доступ к parent ноде и к свойству пай чарт который мы описали здесь соответственно я могу оперировать и знать все о своих скажем так ну parent родительских нодах где я размещаюсь и в каком я контейнере нахожу и могу вытягивать потом я просто использую get attribute получить значение value из использую опять вот этот чертис пай instance и вставляю ему скажем так данные которые но я хочу отобразить а также как я говорил что у html элементы есть несколько методов их четыре и например когда меняется атрибут я тоже хочу на это событие реагировать мне не нужно какие-то сложные подписки я просто говорю что вот и требует change call back делай вот скажем так вещи он мне присылает какое имя атрибута старое значение и новое значение и соответственно я проверяю что атрибут name если пелью мой то я обновляю мой пай чарт весь но и соответственно могу проверить если там old value и new value не равны то тогда обновлять да но чтоб не усложнять с логикой вот но не было лишнего апдейта вот и соответственно когда у меня происходит диатач например моя нода вложенная умирает то я просто тоже обновляю пай чарт у меня есть как вы видите здесь используется там я нигде не сохраняю все хорошо ну и потом просто регистрируемые модельки давайте посмотрим что произошло цел чарт обновился наш мы вставили один элемент что дает нам веб компоненты этот подход но в принципе но все классно да на этом останавливается но смотрите что я делаю я беру просто этот элемент пай чар а этом и говорю что я хочу тебя скопировать элемент и просто говорю потом вставить этот элемент соответственно вы видите что происходит у меня сразу обновляется юай я не использую здесь не нокаут не react не энглор ничего это делает все браузер то есть если я отсюда потом захочу какой-то удалить элемент тоже происходит обновление какую нам это дает свободу мы можем взять любой фреймворк теперь и генерировать html код как нам нужно например если я использую нокаут я могу написать что пожалуйста для всей манс дата используя вот то есть вы можете разрабатывать реюзабельные контролы которые отдавать а те человек их использует использует ли он там react для построения там html или он использует там amber angular все что угодно и соответственно мы можем перейти браузер обновить и все у нас работал байнинг то есть это огромный а плюс для реюзабельных компонентов вот создавая нативные веб компоненты вот то есть еще раз подводя итог что мы получаем будущем нативные веб компоненты легкий маркап понятный читаемый удобно использовать легко реюзать написали свой компонент отправили по имейлу я у себя подключил все никаких проблем реиспользую как вы видели из демо демо ну простое но все равно я смог интегрировать серпати без всяких проблем что довольно удобно если двигается дальше и поговорить про асинхронность на самом деле какая у нас есть проблема с асинхронностью нам 2015 экма скрипт привнес нативные промисы я думаю что все знают что такое промис на и как она решает проблему callback hell чтобы код был читаем и понятно записываем и но в чем проблема с промисами давайте вернемся к коду и посмотрим работу с нашими промисами вы видите в принципе в коде все легко все понятно и так вот все будет хорошо продолжаться и в продакшене пока вы не встретите первую ошибку в коде когда у вас например здесь фэч вернет error потому что ресурс недоступен вот или респонс был на самом деле xml и он не сможет его в джейсон тогда возникают проблемы и что тогда делать на то есть но можешь еще объяснить вот что означает равно больше конечно это arrow function то есть это по сути как как мы можем сделать callback например да нам нужно есть у нас какой-то вызов привычный нам например jquery у нас есть например там метод fail который мы вызываем вот у нас есть jquery например get да и когда мы возвращаем какой-то результат мы например там на данн подписываемся мы туда пишем там фанкшен который принимает аргументы вот и потом начинаем в теле ее описывать то есть это вот запись обычной функции которым контекст будет уже другой вот тоже соответственно что нам даст arrow function как она заменяет особо и здесь мы можем например вернуть там еще какой-нибудь там promise вот дальше да то есть или ничего не возвращать но мы всегда мы возвращаем return undefined да даже если вы не пишете явно return аж вот такая вот запись что нам дает arrow function да соответственно если я хочу изменить здесь контекст сохранить мой предыдущий контекст я обычно пишу вот так вот на например и потом здесь я хочу в селфи но если я напишу this this уже будет абсолютно другой это в зависимости от того как вызвали этот callback я напишу self и например мне нужно девайс type да что-то с ним сделать какую-то работу запись не очень удобно и да если честно вот как нам приходит на помощь arrow function мы пишем тоже самое дан но здесь уже вместо описания этого функция мы пишем вот в таком вот виде вот соответственно здесь будет честный зис мансдата мне не нужно уже писать селф вот если я какое-то значение возвращая это одна строка это очень похоже на лямбда функции с си шарпа вот если мне здесь например просто нужно было например вернуть какой-то там промис я могу это все сократить просто до мисс вот то есть такая идея это полная скажем так замена arrow function с сохранением контекста внешнего скопа то есть здесь будет зис честный вот не нужно каких-то переопределений делать и соответственно она упрощает запись то есть можно например писать как вот мы писали когда он лот да там например с джеквери мы сможем но то же самое здесь записать вот эту вещь как просто фанкшн вот и уже здесь потом применить байнинг вот но если я хочу зис использовать то мне надо перед этим было его сохранить сара фанкшн это не нужно если есть одна только строчка выражения я могу и упростить это новый синтаксис для записи функции в экмоскрипт 2015 он стандарт вот и возвращаемся ну тогда мы немножко разобрались с промисами да и теперь возвращаясь к нашей проблеме вроде бы запись легкая но если ошибка где ее обрабатывать да то есть ну надо написать catch здесь или написать catch здесь или написать просто try catch и это например подставить сюда да но все понимают что для синхронных вещей это работать не будет да то что вот так вот мы написали даже если здесь произойдет exception здесь мы его не поймаем вот в этой точке 19 line мы его не поймаем потому что это все синхронно продолжается вот так же еще кто знаком с промисами знает что вроде бы они решают проблему callback hell но так же они позволяют себе выстрелить легко в ногу то же самое я записал с промисами тоже что и было до этого но по другому да то есть теперь видите да у меня запись then потом опять response а да то есть если говорить как это без arrow function сделать то мы можем эту вещь переписать вот так вот function здесь она примет response и response и здесь уже дальше логика да обработки которая работает с response то есть ну как видите arrow function очень сильно позволяет упростить синтаксис и еще this здесь та же самая проблема да то есть если fetch вернул как здесь обработать exception нужно на каждый писать хендлер но это неудобно это нехорошо и все это понимают да и соответственно будущее должно нам решать наши проблемы поэтому мы и стараемся ждать будущее хотелось бы как записывать особенно кто знаком с шарпом хотелось бы вот так вот записывать да ну я думаю что в других тоже языках есть такая запись сразу становится ну понятны на то что response fetch json потом response преобразуй в json и установи но так как все эти вещи асинхронные то такая запись не сработает потому что это выполнится непонятно когда потом должна эта строчка выполняться и тому подобное ну это очень сложно да скажем так вот это хендлить но решение уже есть они в таком языке как c-sharp например уже готовы да я думаю кто то знает это async await вот javascript нам привносит тоже такую возможность новый стандарт поддержку async await то есть идея какая у меня остается моя синхронная функция да я пишу просто await и там помечаю мой метод как async вот и соответственно с этими await мне уже не нужно ну скажем так я могу обрабатывать свои эксепшены очень легко мне до этого достаточно иметь try и здесь я смогу уже обработать свою ошибку которая пришла потому что это хоть и асинхронность она сохранилась все хорошо но просто новый синтаксис где за сценой компилятор сгенерирует нам сложную структуру но для нас для разработчиков тех кто больше читает код будет очень удобно то что мы можем обрабатывать ошибки и запись становится легкая и меньше варианта выстрелить себе можно вопросик да то есть смотри по факту у нас дальше это будет три асинхронных операции но но они выстроятся в очередь правильно я так понимаю угу то есть будет реквест там джейсон ну я не знаю что такое джейсон тут у тебя делает он тоже там в фоне то есть получается что пока респонс не придет вот респонс джейсон не может выполниться правильно да по сути если говорить что происходит за сценой подход выбрали команда разработчиков выбрала такой же подход как и все шарпи они эту конструкцию наше абстрактное синтаксическое дерево смотрят есть ага они разворачивают в такую конструкцию что нам нужно сначала выполнить респонс да то есть это наше первое будет состояние респонс и должно сделать задачу такую как фэтч фэтч и ждем а все весь остальной код который идет ниже фэтч мы обвернем события то есть когда респонс и у нас например complete на то есть если в таким псевдо языком записывать complete на то есть он давайте назовем на она лучше так он complete то мы выполним вот этот весь код потом смотрим ага и здесь та же самая вещь соответственно мы это делаем например там ну а ведь конечно же уберется это синтаксический сахар мы делаем что когда джейсон он complete а то есть такая машина состоянии которая описывает просто переходы мы выполним такую вещь соответственно оно напоминает очень как мы работаем сейчас когда нам нужно построить цепочку вызовов в jQuery мы пишем что например там jQuery get или post и потом когда дан мы передаем callback и в callback мы опять делаем реквест и строим такую цепочку и он просто проходит говорит ага состояние отработало то есть вот эта вещь ну заменится на конечный автомат который будет переходить из одного состояния в другое вот но тут проще обрабатывать потому что соответственно если была какая-то ошибка да то вызовется вот этот блок единый на для всех то есть тут может быть aggregated exception как c-sharp например а в java скрипте это просто будет ошибка которая бросилась а как еще понять что включается в этот список ну типа где начало где конец списка если я сейчас после кетча за за пределами скобок напишу тоже там что-то там await что-то там вот здесь вот да оно включится в тот список или нет или это будет другой уже как сред другая линия не-не-не-не-не-не асинки await да то есть соответственно мы каждую функцию будем помечать как асинк да то есть это единственно сейчас ну редактор не поддерживает асинк и после этого он знает что эта функция содержит себе await асинхронно что ее нужно развернуть на в автомат и получается когда мы пишем await вот есть у нас строка а потом какой-то await идет и весь код который ниже await он заворачивается в потус условия то есть когда вот это отработало выполнилось только тогда выполнять код как бы оно не было то есть ну здесь try catch просто для обработки но все равно весь код ниже за исключением ну catch будет записан в это await он не гарантирует это асинхронность асинхронность не равно многопоточность то есть если вы каждый раз пишите await это не значит что ну у вас каждый раз создался новый поток да то есть и если вы пишите здесь написали await потом следующая строка идет await а то есть строка один и тут еще какое-то действие то они будут выполняться последовательно то есть это будет просто автомат и вы сделаете столько состояний переходов вот выполнилась один пошли на дальше левел выполнилась один пошли дальше левел не выполнилась где мой хендлер есть ли у меня хендлер ага есть хендлер окей все прошло тогда смотрим идем дальше вот то есть если например вот этого у нас трая нету нас кетчем то тогда здесь все поломалось и это дальше не идет выполнение то есть здесь еще ну тут очень такой большой скажем так генерируется за нас код ну мы мы сейчас код этот пишем сами да что когда обрабатывать когда останавливать и вот этот автомат мы описываем по сути сейчас сами с помощью этих callback часто там что если на error там иди туда вызови ту функцию потом попробуй вызови себя мы восстановили состояние вот это все останется потому что асинковейт это просто синтаксический сахар еще вопросик есть а так как ты зараз написал что пропустим в двадцатом рядку мы напишем вот в такие последовательности вот например вот здесь вот alert 20 да выполнится ли alert 20 и когда да вопрос что будет идти да то есть если мы без strike и у нас все хорошо шестнадцатая строка да начинается выполняется идет запрос на сервер например запрос на сервер идет минуту вот alert выполнится через минуту то есть он не выполнится как в отдельном потоке то есть я думаю что я так ответил да например вопрос так так отлично вот то есть ну полная аналогия сейчас смотрите ну то есть стандарт у нас да как бы в будущее и тому подобное но если говорить больше как комьюнити применимо смотрите асинковейт сейчас можно взять и побаловаться он реализован microsoft edge браузере они уже его сделали поддержку потому что официально это еще не признано стандартам это идет экмоскрипт 2016 ES7 сейчас TypeScript тоже делают поддержку если вы используете TypeScript вы можете тоже побаловаться с асинковейтами вот и там сразу посмотреть на генераторы вот ну если вас заинтересует эта тема вот то есть у вас есть microsoft edge и windows 10 если есть то он по дефолту встроен если нет то вы можете взять TypeScript Playground вот и там асинковейт реализован он делает компиляцию в обычный JavaScript давайте так называть вот то есть тоже можно посмотреть что он там генерирует но генерирует он код такой скажем так непростой да запись такая легкая но код выглядит немножко так сложно но как мы пишем пример когда нужно такие вещи сделать асинхронные сложная цепочка вызовов вот то есть это так посмотреть побаловаться но идея полностью сейчас слизана с C-Sharp имплементация и behind the scene тоже что будет делать наш компилятор абсолютно идентична вот то есть соответственно это надо посмотреть вот кому интересно довольно сильно упрощает жизнь вот но давайте двигаться дальше что у нас есть я говорил что хотелось бы запускать нативный код в вебе то есть хотелось бы начать например писать на C на C++ плюс вот и потом просто загрузить эту сборку в веб наш браузер и использовать например с JavaScript вот то есть звучит это классно и в принципе так бы и хотелось для этого сейчас нам пришел веб ассемпли да то что когда наши сборки уже будут бинарные и мы можем загружать бинарные в браузер стандарт был только принят недавно и скажем так ну еще использовать его очень сложно но идея очень классная вот я бы хотел больше показать пример использование C++ C кода в вебе как это можно сделать я думаю что кто-то слышал кто-то может помнить есть такие вещи как mscripten например это сталкивался кто-то с такими компиляторами транспайлерами это же презентация была на эту штуку вот очень крутая штука вот это просто транспайлер вы берете C код и компилируете в javascript вот чтобы не занимать много времени да я уже сделал компиляцию я думаю что знают есть такая вещь SQL lite она написана на C на чистом C проверенный просто с сервер да скажем так который реляционный с ограничениями но она портативная то есть вам нужен один файл и все и у вас есть сервер и база данных это просто файлик вот то есть я его скомпилировал SQL lite C в javascript вот давайте посмотрим что мы можем с этим делать это javascript файл соответственно что здесь я создаю новый объект database потом пишу синтаксис это SQL подобный да это полностью SQL говорю что создай мне табличку с такими-то полями потом просто говорю набей мне данными генерирую скрипт запускаю скрипт ну и потом соответственно хочется проверить а я сделаю выборку sales from sales где и передаю параметры да и вот соответственно чтобы ну показать мощь сиквела да ну можно простой пример например там 2 SQL может нам еще считать какие-то выражения а не просто делать select вот ну и здесь соответственно уберем лишнее пока что и давайте вернемся в наш браузер и посмотрим что у нас происходит оп чуть не остановил в консоли это какая-то была ошибка вот у нас загрузился sqlite.js да это просто java script файл и вот выдался результат давайте посмотрим что выдалось соответственно рассчиталось наше выражение 2 плюс 3 умножить на 4 вот ну я думаю что никто не ошибся и тоже получилось 14 и соответственно произошла выборка sales поля да то есть без проблем мы можем например написать я хочу весь объект не только какой-то элемент допустим выбрался весь объект то есть вы понимаете да мощь вы можете взять сишный код и легко например транспайлить его в java script файлы использовать например вам не нужно быть завязанным на какой-то стандарт который в тот же момент и не стандарт а он зависит от производителя разработчика браузера да то есть кто-то сказал используйте веб-стораж потом сказали веб-стораж это была плохая идея давайте использовать что-нибудь другое давайте там какую-то mongodb попробуем сделать там свою ну скажем так это всегда проблемы поддерживать это сложно но вы если не хотите ни от кого зависеть и что какой-то кэши сделать или просто на client-side какие-то там расчеты делать несложные со своей базой данных пожалуйста вы можете взять готовое решение которое написано на си и скомпилировать java script код и вы можете уже запускать это в вебе но это довольно круто то есть полная скажем так ну база данных sql like кто знает но возможности ее довольно хороши вот и она проверенная можно использовать давайте вернемся слушай вопрос такой мне задавали когда я SQLite точно так же компилил вот я тебе сейчас задам зачем в принципе на UI SQLite во-первых есть индексы db во-вторых есть backend с базами данных вот реально где бы ему могло это понадобиться смотри ну на самом деле индексы db есть когда она появилась и когда она исчезнет мы не знаем зависеть от нее не очень хочется потому что до этого было веб-стораж какой-то был где-то скажем так возможно этого нету если вы какой-то нужный интернет эксплоер поддерживать сразу начинается вопрос а если там индексы db нету но там есть веб-стораж хорошо мы сделаем еще один адаптер для нашего супер метода и соответственно начинается писать много кода если мы хотим быть независимыми то нам нужен свой провайдер какой-то для хранения сторожа персистентности в браузере например мы можем конечно просто складывать в аппликейшн сторож но не очень хочется иногда хочется иметь вот это селекты да возможность писать селекты какие-то такие выражения запросы да ну чтобы это не было похоже на какой-то там новость ну бывают такие вот случаи сейчас мы поговорим отдельно для чего например вот мы можем создать себе поднять у себя sql базу данных на свою sql lite и не зависит ни от кого ни от индексы дб ничего ну довольно удобно как по мне если нам нужна независимость потому что индексы дб она для хрома да у нас там по моему или это не стандарт я не помню для какого браузера ну их там целое семейство синтаксис у них не одинаковые возможности у них разные если вы поддерживаете больше чем один браузер но будут трудности если говорить для чего понятно что не стоит хранить там пользователей вообще какие-то критические данные но если у вас есть какая-то информация статической которую постоянно вы запрашиваете из базы данных вы хотите закешировать ее вы начинаете кешировать get запросы кто-то даже там пытается пост запросы чтобы не было вот этого лишнего реквеста к базе данных к web API просто за какими-то данными начинает придумывать какие-то свои кэши потом понимают что кэши лимитированы что у нас проблемы из-за кэша я хочу просто делать селекты и тому подобное вот ну и начинается вот такой вот немного бардак да то есть хотелось бы иметь какую-нибудь там маленькую базу данных у себя вот ну вот в этом случае чтобы не делать лишние запросы для каких-то таких данных то можно использовать вот это в принципе наверное основное такое вот назначение которое может быть чтоб не делать лишний запрос а выбирать данные например если какие-то строите там графики или какие-то там расчеты вы можете просто затянуть на клиент эту базу а потом уже на клиенте ее процессить если вы хотите на клиенте например какие-то манипуляции делать быстро да то есть ну чтобы не было лишних запросов ну такие задачи бывают и в принципе это как вариант использовать ну может быть что-то новое я ответил на этот вопрос у меня такое чувство что или ответ не понравился но по-моему человек который задал вопрос отключился выглядит да да но ничего страшного я думаю что подключится вот в принципе я думаю что это имеет право на жизнь когда вы хотите свой сторидж и не зависеть от того что вам скажет завтра вендор вашего браузера если говорить дальше что у нас есть java script сейчас это сингл средит язык у него есть асинхронность да но у него нету многопоточности вы не можете вычисления распараллелить вот в будущем это уже можно будет делать распараллеливать также появятся такие классные вещи как single input multiple data я думаю что вы это знаете вот и кто не знает это оптимизированная вещь когда например вы работаете с векторами вы можете сложить в цикле да например у вас есть такая команда как для сложить два числа то она делается например одной командой но если сложить векторы да какие-то числа где много данных но они однородные вот тогда начинается у вас цикл это уже не оптимально вот это очень используется всяких движках для игр очень много для всяких мультимедиа файлов там кодеков процессингов и тому подобное вот где работают с векторами вот складывать вектора за одну команду оптимизированную процессором это довольно круто и довольно быстро то есть это большой прирост соответственно sim.js поможет single input multiple data и асм.js да когда ваш код еще оптимизируется в нативный и уже запускается это довольно классная вещь а также какая сейчас есть проблема у нас есть веб-воркеры веб-воркеры это псевдо многопоточность вот но на самом деле какое здесь ограничение здесь используется над этими всеми веб-воркерами браузер строит еще скажем так один обвертку которая занимается синхронизацией данных между веб-воркерами и соответственно на это тратится большое время представьте если у вас идет много веб-воркеров с какими-то данными работают у вас проблема потому что он говорит я хочу с этими данными работать хорошо давай сериализуй мне передавай передал все соответственно отдает другому воркеру потом вот этот менеджер отдает другому воркеру говорит вот тебе сериализованные данные иди сериализуй и работай с ними когда закончишь обновишь там кидай мне назад получается медиатор да такой посредник как вы понимаете в таких вот системах где используется много потоков скорее всего проблема с нагрузкой вы хотите делать это как можно быстрее если у вас есть шарит ресурсы не всегда есть возможность использовать immutable структуры данных то тогда на помощь приходит нам шарит арей баффер шарит арей баффер это объект в памяти с которым вы можете работать с нескольких потоков без всяких вот таких вот посредников это дает тоже довольно большой прирост в производительность если кто-то хочет с этим побаловаться сейчас поддерживает nightly build firefox вот можно взять у них есть шарит арей баффер для интов 16 по моему и 32 вот можно побаловаться поиспользовать вот ну и самое интересное для нас это css мне кажется что больше всего сейчас проблем css ну и как минимум проблемы css всегда заметны на то есть чтобы посмотреть что у вас джаваскриптом какие-то ошибки на то нужно скажем так открыть консоль да если вы алерты вовремя убрали то тогда открыть консоль посмотреть упал или что-то там или нет css все сразу видно на то есть открыли где-то поплыла где-то поехала вот на самом деле css ну очень опасный временами он даже может убить если вы выбираете билеты на самолет вот вид конечно хороший но на такой высоте наверное не очень приятно лететь что же нам дает будущее какую возможность у нас сейчас основная проблема например даже есть это когда мы говорим про центра отцентровать мы можем отцентровать например легко по горизонтали да а что делать если нам нужно блок отцентровать по вертикали ну это реально очень сложно да то есть ну когда спрашиваешь такое на собеседование можно но весь час об этом проговорить сколько есть подходов и реально не все из них работают кто-то сталкивался с фликс фликс боксом конечно импровмент очень большой вот но это все равно это остается css в чистом виде мне бы хотелось больше работать так как мне говорит клиент как заказчик то есть его требования просто прям так и записывать например он же не говорит мне что там я хочу чтобы этот блок там такие-то стили используя он мне говорит цвета и говорит вот смотри я на странице вижу так у меня есть блок а1 вот он слева и есть у меня три блока b да соответственно я хочу чтобы b1 b2 и b3 были равно удалены на 20 пикселей от блока а1 b2 блок был посередине блока а1 и b1 b2 и b3 между собой имели одинаковое расстояние все он же мне не говорит сколько в пикселях там ничего да он такими задает мне констрейнтами вот ну и в принципе это оперировать очень хорошо констрейнты и я думаю что все сталкивались с системами линейных алгебраических уравнений да и решали когда у нас есть несколько неизвестных и есть констрейнты которые описывают и на базе этого мы можем сделать решение и рассчитать сколько должен быть x заданных нам условиях например там высота экрана 1024 да зная блок b1 блок b2 b3 мы можем это посчитать вот соответственно даже для этого есть численные методы которые могут это посчитать вот почему бы это все не применять да и то есть когда мы говорим про будущее давайте это уберем чтоб нам не мешало и вернемся сюда перейдем в html например у нас есть картинка сохраним откроем ее в браузере есть картинка я хочу сказать что с этой картинкой проделать немного манипуляций я хочу написать для нее стиль хочу сказать что для этой картинки пожалуйста высота 250 равна задать 1 constraint сказать что ширина например это какая-то формула да что это высота умноженное на 3 четвертых да например я привожу какому-то формату 16 на 9 3 на 4 и потом constraint я хочу чтобы она была по середине ну то есть была по центру экрана вот записал такими constraint ну запись удобно я не должен думать ничего о стилях все пожалуйста например я начинаю изменять экран ну а то есть все легко каждый раз оно пересчитывает просто у меня же есть constraint просто каждый раз их пересчитывай и все довольно удобная вещь и не нужно никаких там писать css сложных проверять работает оно или нет ну да в каких браузерах а если я начну изменять там высоту и ширину нет я просто хочу писать constraint которые мне удобно читать и понимать что там происходит вот вот это очень хорошая фича такая из будущего вот но так же в принципе в будущем веб он везде он на холодильниках и его можно применять и для других задач например помогать вашим детям племяннику кому угодно я думаю что все помнят такие со сборников задачки когда у нас есть в журнальчиках раньше публиковали две картинки и нужно найти отличие между ними вот то есть ну обычно мы начинали искать о это похоже или нет но когда вы например опаздываете на работу или у вас релиз или нужно срочно собрать билд да то вы можете применить веб юай подход да то есть что мы можем сделать что нам нужно сделать для начала нам нужно описать стиль вместить эти картинки то есть если кто-то сталкивался с таким понятием как вычесть одно изображение из другого вот ну то вам будет понятно если нет то по сути мы накладываем одну картинку на другую а для второй делаем инверсию вот то есть это называется ну вымешь процессинги вычесть изображение одно из другого ну то есть не только числа можно вычитать но и картинки есть такое понятие давайте мы сохранили сейчас у нас на самом деле две картинки да то есть ну если посмотреть то здесь есть одна картинка и вторая картинка вот так теперь давайте применим фильтр и просто сделаем вычитание я говорю что для элемента у которого id overlay применим фильтр инвертируй на 100 то есть это полностью инверсия когда мы каждое значение берем единичку и вычитаем это значение это вот инверсия и говорю что прозрачность мне сделай 50 чтоб я мог посмотреть вот сохраняем возвращаемся f5 и вот все наши десять отличий ну то есть это можно сделать за несколько секунд и вы просто считаете да скажем так и это построите ну или скажем так как проверка не всегда приводились результаты были правы или нет найти так очень быстро это constraints solvers вот были и фильтры и в принципе это все что я хотел показать и рассказать поэтому время для вопросов но перед этим я хотел самое главное сказать что помните будущее в наших руках и все что мы делаем сегодня ну влияет на наше будущее поэтому всегда думайте о том что делаете что используете и применяйте скажем так правильные подходы вот но сейчас время может быть у кого-то остались вопросы вот очень хотел бы постараться на них ответить поэтому пожалуйста разбьют и ваетесь а я буду замьют его наверно никого не осталось уже просто него есть спасибо ну а может вопросы какие появились можно не связанные скажем так презентации может просто там с выбьем может тоже подскажу если нет уже презентации ну возможно да там например я в экма скрипт там 2015 но сильно не залазил да я только показал интерполяцию арафанкшены ну то есть это вот вот но там же еще есть вещи ну ну выглядит так что вопросов нету ну спасибо тогда большое за внимание если вопросы это у вас то есть будет вы вот вот